МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свободная Франция Париж. 29 августа 1944 года. Генерал Шарль де Голь, глава свободной Франции во время Второй мировой войны, с триумфом проходит по недавно освобожденным улицам. После четырех лет оккупации немецкие войска капитулировали, и столица Франции исполнилась радостью. Четырьмя годами ранее Де Голь, тогда еще мало кому известный, бежал в Британию после падения Франции. Вокруг к нему собралась группа людей, полных решимости хранить честь и дух Франции. Их символом стал лотаринский крест Жанны Д'Арк. И двумя годами позже, в Западной Сахаре, свободная Франция привлекла к себе внимание всего мира, в течение двух недель отбивая в Бирхакеме танковые атаки корпуса Роммеля. Затем они храбро сражались на Европейском театре военных действий, пока их страна не была освобождена. Люди, которые были объявлены предателями, своими соотечественниками, наконец были реабилитированы, когда их лидер прибыл, чтобы принять парад победы в Париже, и Франция вновь заняла свое место в Большой четверке союзников. Во время Первой мировой войны Франция была обескровлена. Ее лидеры были убеждены, что она вообще никогда не станет участвовать в еще одной крупной войне в Европе. Они возложили свои надежды на линию Можино, пояс укреплений на восточной границе Франции, которая должна была сдержать немецкую агрессию. Но в сентябре 1939 года во Франции началась мобилизация на новую войну с Германией. И если французские войска казались достаточно мощными, чтобы отразить новое немецкое вторжение, Генштаб необоснованно возложил слишком много надежд на крепость линии Можино. Когда в мае 1940 года немцы начали блицкрик, французы не смогли ничего противопоставить этому новому, скоростному и маневренному стилю ведения войны. Менее чем за три недели немцы прижали французские войска вместе с британскими экспедиционными частями к морю, к порту Дюнкерк. Среди эвакуировавшихся в Британию было около 100 тысяч французских солдат. Пятого июня немцы повернули на юг, чтобы занять остальную часть Франции. Подавляющее большинство французов, ушедших в Англию, вызвалось добровольно вернуться в свою страну. Но было слишком поздно. 14 июня немцы вошли в Париж. Два дня спустя Франция попросила о перемирии. Большинство жителей Франции впало в оцепенение от потрясения и покорилось судьбе. Они доверились престарелому Филиппу Петену, который спас Францию Первой мировой во время обороны Вердена. Петен стал премьер-министром и был убежден, что положить конец страданиям Франции можно только заключив мир. 22 июня с немцами было подписано перемирие, что символично и унизительно, в том же вагоне, в котором союзники приняли капитуляцию Германии в 1918 году. Хотя немцы оккупировали северо-западные побережья Франции, правительству Петена была предоставлена относительная автономия остальной части страны. Она стала известна как Вершистская Франция по названию города, которым обосновалось правительство Петена. Немцы оставили нетронутыми заморские территории Французской империи и колониальной администрации признали Виши в качестве законного правительства. Однако не все французы смогли вынести поражение, и они решили бороться. Я не мог смириться с тем, что мы прекратили борьбу. Мы были империей. У нас был флот. У нас были хорошие самолеты. У нас было золото. У нас было достаточно причин, чтобы бороться. 16 июня, в день, когда французское правительство решило подписать перемирие, почти неизвестный офицер, бригадный генерал Шарль Деголь, передал сообщение из Лондона. Мы верим в то, что честь французов заставит их продолжать войну на стороне союзников. Во время последней кампании Деголь командовал танковой дивизией. Затем он недолгое время был заместителем министра обороны, прежде чем его отправили в Британию, когда он понял, что Франция терпит поражение. Британия официально поддержала Деголя как лидера движения «Свободная Франция». Он и далее выступал перед французским народом по радио. «Я призываю всех французов, которые хотят сохранить свободу, следовать за мной. Да здравствует Франция, свободная, сохранившая честь и независимость». Но эффект от послания Деголия был незначительным. Правительство Виши объявило его изменником и заочно приговорило к смерти. Надежда Деголия поднять войска для продолжения борьбы с нацистской Германией выглядели призрачными. К середине августа 1940 года численность сил Свободной Франции и Британии составляла чуть более 2000 человек. Их вдохновляла Жанна Д'Арк, героиня Франции 15 века. Они приняли ее символ – Лотаринский крест. Мы были повстанцами. Положение повстанцев особое. Нас приговорили к смерти. Мы были оторваны от своих семей. Мы не получали новостей, нам не платилось жалований. Правительство Виши ясно дало понять, что наши семьи и дети будут страдать от репрессий. Но эти угрозы не могли запугать все большее число французов, которые сплотились вокруг вдохновляющего их Деголя. Они были полны решимости освободить Францию от нацистской тирании. В рядах свободной Франции были летчики, ветераны битвы за Францию, вступившие в британские ВВС. 13 французских летчиков-истребителей храбро сражались в битве за Британией. Но французские ВМС испытывали большие проблемы. Черчилль беспокоился, что французский флот могут использовать немцы. По условиям перемирия его должны были разоружить под контролем стран Оси. Несколько французских кораблей были в британских портах, в метрополии и в Средиземном море, когда вступило в силу перемирие. Но большая часть флота все еще находилась на своих базах во французской Северной Африке. 2 июня 1940 года, когда ультиматум о присоединении к британцам был отклонен, британский флот атаковал французские корабли в портах Ран и Мерс-эль-Кибир. 1300 французских моряков пали от рук своих бывших союзников. Одновременно с этим французские военные корабли в британских портах были захвачены моряками Королевского флота. В большинстве случаев их экипажи не оказывали сопротивления и сдавали корабли. Но стычки на борту подлодки «Сюрку» в Плимуте закончились гибелью трех британских моряков и одного француза. В Средиземном море французская эскадра, прибывшая в египетский порт Александрия, позволила британцам разоружить себя. Но гибель французских моряков от рук их бывших союзников не способствовала делу Деголе и лишь усилила неприязнь вешистов по отношению к Британии. Первый луч надежды для свободной Франции блеснул в колониях экваториальной Африки, куда Деголь направил своего представителя. Капитан Филипп де Отклотт был ранен во время битвы за Францию, но ему удалось бежать в Англию. Там он взял другое имя Леклерк, чтобы избежать угрозы репрессий по отношению к его семье. Первого успеха Леклерк добился в Чаде и экваториальной Африке, где он убедил колониальное правительство присоединиться к свободной Франции. Тем временем Деголь заручился поддержкой Британии для совместной высадки в порту Дакар в Западной Африке в надежде, что он поможет делу союзников. Деголь следовал вместе с силами союзников, которые прибыли в Дакар 23 сентября. Вишистское правительство не только ответило отказом на требования капитулировать, но и открыло огонь. Последовавшие схватки были повреждены британский крейсер и линкор. Англо-французские силы были вынуждены отступить. Это был ужасный провал. Полный провал. На следующий день генерал Деголь собрал нас. Боевой дух очень сильно упал. Генерал Деголь сказал нам, что это лишь временная неудача. Генерал был прав. Следующий месяц он отправился в Камерун, чтобы укрепить свое влияние в колониях, привлеченных на его сторону Леклерком. Габон был захвачен в ноябре, но лишь после жестокого сражения с местными сторонниками Вишистов. К концу 1940 года 13-я полубригада костяк сил свободной Франции, которая сопровождала Деголь в Дакар и Камерун, отплыла для соединения с британцами в Египте. Солдаты французского иностранного легиона жаждали вступить в бой с врагом в пустыне. Тем временем в Чаде, части свободной Франции под командованием полковника Жана Дорнано начали совместные с британскими группами дальнего действия атаки на итальянские силы в южно-ливийской провинции Физан. Дорнано был убит во время рейда на итальянский аэродром в Мурзуке в январе 1941 года. Ле-Клерк занял его место и отправился в Ливию с Чадо с тремя тысячами солдат при поддержке 12-ти бомбардировщиков. 1 марта 1941 года свободная Франция захватила оазис Куфра. Это было значительным достижением союзников. Группы дальнего действия в пустыне могли теперь использовать Куфру в качестве передовой базы. Ле-Клерк сотрудничал с ними во время многочисленных рейдов на итальянские аванпосты. Пока люди Ле-Клерка прокладывали путь в пустыне, 13-я полубригада достигла Египта. Усиленная батальоном из Чадо она теперь стала восточной бригадой и сражалась рядом с британцами за итальянскую колонию Эритрея. Кульминацией действий французов стал захват важного порта Массауа на Красном море. В первой половине 1941 года в Египте было собрано еще больше войск свободной Франции. Но их преданность делу союзников подверглась в июне жестокому испытанию. Сирия оставалась под контролем Вишильской Франции и Британия сначала не трогала ее. Но в мае 1941 года в соседнем Ираке началось восстание против британцев. Немцы поддерживали повстанцев и получили согласие Вишильской Франции на использование аэродромов в Сирии. Когда британцы узнали об этом, они решились на вторжение, опасаясь, что Люфтваффе и ВВС Вишильской Франции начнут атаковать Египет. Силы союзников включали шесть батальонов свободной Франции и дивизион артиллерии вместе с несколькими танками. Они начали атаку 8 июня, но вскоре столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Офицеры связи свободной Франции связались с передовыми австралийскими и британскими частями и пытались убедить вишильские войска перейти на сторону Деголи, но их проигнорировали. Французы в итоге сражались с французами. В битве за Дамаск части иностранного легиона сражались по обе стороны баррикад. Потребовалось шесть недель, чтобы одержать победу и сесть за стол переговоров с Дэнсом, вишистским генерал-губернатором. Но большинство его солдат продолжало верить, что Деголь и его люди предатели Франции. И лишь шесть тысяч из 37 тысяч солдат Сирии согласились присоединиться к свободной Франции. Остальные вернулись в Вишистскую Францию, где их встретили как героев. Деголь Деголь пришел в ярость из-за того, что с ним не посоветовались по поводу перемирия. Его возмущало возвращение на родину, но еще более то, что теперь британцы, а не свободная Франция, будут контролировать Сирию. Осенью 41-го года летчики свободной Франции и Британии сформировали первую истребительную эскадрилью в рамках британских ВВС, 340-ю «Ильдефранс», вооруженную спидфайерами и первоначально базировавшуюся в Шотландии. В то же время летчики, отправившиеся на поддержку Леклерка на юг Ливийской пустыни, образовали лотеринскую эскадрилью. Оснащенная бомбардировщиками Бленхейм, она присоединилась к королевским ВВС в пустыне и действовала, оказывая поддержку британской 8-й армии. Флот свободной Франции также был задействован в битве за Атлантику. его корабли сопровождали конвой и сражались с немецкими подводными лодками. Сторожевой корабль «Аконит» совершил подвиг, затопив 11 марта 43-го года две подлодки за один день. Он протаранил первую, которая уже была повреждена и вынудил вторую всплыть на поверхность, также протаранив ее. Вступление США в войну в декабре 41-го года означало, что владения Франции в Северной и Южной Америке могут выйти из-под контроля правительства Виши. Вашингтон хотел сделать это путем переговоров, но в одном случае Деголь пренебрег желаниям Америки и предпринял односторонние действия. Это касалось островков Сен-Пьер и Микелон, недалеко от Ньюфонленда. Деголь приказал адмиралу Эмилию Мюзелье, командующему оперативной группой ВМС Свободной Франции в канадском порту Галифакс захватить их. Проигнорировав сопротивление США и Канады, силы Мюзелье во главе с подлодкой Сюркуф совершили беспрепятственную высадку 24 декабря 41-го года. Большинство жителей с радостью вступили в ряды Свободной Франции. Односторонние действия де Голли вызвали возмущение американского и канадского правительства. Но в тот момент это не имело большого значения. Главный театр военных действий Свободной Франции был далеко отсюда, в северо-африканских пустынях, где она сражалась вместе с британцами. К концу 41-го года сухопутные войска Свободной Франции на Ближнем Востоке были переформированы в две бригады и подчинены командованию 8-й британской армии. Небольшой контингент также присоединился к недавно сформированным парашютно-десантным частям особого назначения и вскоре стал участвовать в рейдах на аэродромы Оси. Первая бригада Свободной Франции генерала Мари Пьера Кёнига стала первой французской сухопутной частью вступившим в бой с немцами со времен катастрофы лета 40-го. Кёниг был решительным человеком и большинство его солдат были из иностранного легиона. К весне 42-го года британцы держали линию обороны от Газалы в Восточной Ливии, готовясь предпринять новое наступление против Роммеля и сил стран Оси. Оборона состояла из множества укрепленных пунктов. Самый южный, находившийся в Бир Хакеями, был под контролем Свободной Франции. Он был защищен широкими минными полями и колючей проволокой. Гарнизон также был хорошо оснащен полевыми и противотанковыми орудиями. Но как и у других укреплений на линии Газала, у него было слабое место. Ближайший укрепрайон на севере был слишком далеко, чтобы поддерживать Бир Хакеем артиллерии. Генерал Кёник и его люди оказались в изоляции с открытым флангом, протянувшимся на юг. Вскоре они оказались в критической ситуации, потому что Эрвин Роммель, командующий силами стран Оси, начал первую атаку. В ночь на 26 мая он бросил бронетанковые войска на юг к линии Газала. Через 24 часа они уже были по обе стороны от линии коммуникации 8-й армии, вызывая панику и хаос в британском тылу. Бир Хакеем был полностью отрезан. Итальянская бронетанковая дивизия Триест и немецкая 90-я дивизия атаковали укрепление свободной Франции, но не смогли продвинуться вперед. Роммель вынужден был отправить им на помощь 15-ю бронетанковую дивизию. Силы были неравны. Но силы свободной Франции чувствовали себя уверенно и решили держаться столько, насколько хватит боеприпасов и продовольствия. Они подпустили танки и пехоту стран Оси на расстоянии выстрела, прежде чем начать бой. Все атаки были отражены. В конечном итоге, спустя две недели, когда боеприпасы и продовольствия подходили к концу, Кёниг получил разрешение выйти на оперативный простор. Он так и сделал в ночь на 10 июня, выведя 2700 из 3600 своих людей. Все сомнения относительно храбрости и решимости бойцов свободной Франции были развеяны. Они показали себя настоящими гладиаторами. Ход войны в пустынях Северной Африки наконец изменился к концу октября 42-го года, когда генерал Бернард Монгомери атаковал силы Эрвина Роммеля Уэль Аламейна. Две бригады свободной Франции в составе 8-й британской армии приняли участие в наступлении, которое вытеснило силы оси из Ливии. после этого три тысячи солдат генерала Леклерка, которые действовали на юге Ливии почти два года начали двигаться на Северную. После долгого перехода через пустыню длиной в две с половиной тысячи километров 23-го января он встретился в Триполи с Монгомери в день, когда британцы вошли в столицу Ливии. Леклерк перешел под командование Монгомери и его войска соединились с другими бригадами свободной Франции, составив таким образом первую дивизию свободной Франции. Она быстро расширялась, поскольку в другой части Французской империи только что началась важная кампания, которая привлекла на сторону свободной Франции свежие войска. После долгих споров британцы и американцы пришли к соглашению, что их первой крупной совместной операцией должна стать высадка в Марокко и Алжири. Целью ее было вытеснить силы стран Осии Северной Африки, угрожая Роммелю с тыла. Союзники надеялись, что правительство Виши в Марокко и Алжири перейдет на их сторону и не окажет сопротивления высадке. Итак, США начали зондировать почву. У них сохранились дипломатические отношения с Виши, в то время как Британию все еще не могли простить за уничтожение французского флота. Задание было поручено генералу Марку Кларку, заместителю командующего союзными войсками в операции Торч. Он был тайно высажен под лодкой эсеров на побережье Алжира для проведения переговоров с генералом Шарлем Мастом, командующим силами Виши в Алжирском регионе. Но их переговоры завершились безрезультатно. Президент Рузвельт решил, что все более вызывающее поведение Деголя делает его фигуры неподходящей для объединения французских территорий Северной Африки. Вместо него он выбрал генерала Анри Жиро, бежавшего из немецкого плена в апреле 1942 года и нашедшего убежище в Вишистской Франции. Серов взял на борт Жиро и переправил его через Гибралтар. Там он встретился с командующим десантом союзников генералом Дуайтом Эйзенхауэром, который сказал ему, что высадка десанта состоится на следующий день, 8 ноября. Союзники высадились недалеко от Касабланки в Марокко и в портах Оран и Алжир в Алжире. Сначала Вишисты оказывали яростное сопротивление, особенно в Алжире. На следующий день адмирал Жан Дарлан, глава Вишистской администрации в Северо-Западной Африке, согласился на прекращение огня в Алжире, но не везде. Сражения продолжались еще два дня, прежде чем Марокко и Алжир были освобождены. В досаде свободной Франции Дарлан оставался на должности, даже несмотря на то, что открыто продолжал поддерживать Петена. Он также арестовал сторонников свободной Франции, пытавшихся схватить его после высадки союзников. однако Дарлан согласился работать с Жиро, переправившимся через Гибралтар, в то время, когда союзники готовили взять под свой контроль последнюю Вишистскую территорию, Тунис. Но теперь они столкнулись с многочисленными войсками стран Оси, прибывшими в Тунис. Силы Вишистской Франции, колебавшиеся, чью сторону занять, сначала не оказали сопротивления. Но по мере того, как союзники продвигались по Тунису, войска под командованием генерала Альфонсо Жуэна присоединились к ним и вошли в Первую армию в качестве 19-го французского корпуса. Свободная Франция яростно сражалась до конца кампании в Тунисе. В частности, войска Леклерка играли ведущую роль в наступлении Монгомери на мощную оборонительную линию Морет в марте 1943-го года. По мере роста военных сил Свободной Франции, политическая ситуация значительно изменилась. Дарлан был убит молодым роялистом на Рождество 1942-го года. Деголь согласился на вхождение жиров в Комитет национального освобождения. Но в течение нескольких месяцев он вернул себе позиции единоличного лидера Свободной Франции. Когда в мае 1943-го года кампания в Тунисе закончилась, союзники провели в столице Парад Победы. В нем принял участие большой контингент французского корпуса, доказав, что Франция начинает возвращать свое достоинство. Теперь планировалось, что французский корпус будет участвовать в высадке союзников в Италии, но прежде им пришлось перевооружить свои части. Солдаты пришли в восхищение от новых американских танков и другого вооружения и с энтузиазмом обучались, чтобы занять достойное место среди союзников. Наконец, свободная Франция становилась силой, с которой нельзя было не считаться. также становилось ясно, что освобождение их страны больше не несбыточная мечта. Но еще до того, как силы свободной Франции, базировавшиеся в Северной Африке, направились в Европу, здесь уже сражалось французское соединение. Это был истребительный авиаполк Нормандия, сражавшийся в России на Восточном фронте. Деголь был полон решимости оказать активную поддержку Советскому Союзу. И после долгих переговоров с британским и советским правительством через Персию и Баку были переброшены летчики. После обучения на истребители Як-1 в марте 1943 года они впервые вступили в бой. В 1944 году полк получил название Нормандия-Неман за бои при форсировании одноименной реки. К тому времени, когда в июне 1945 года он вернулся во Францию, на счету полка Нормандия-Неман было 273 победы. Когда начиналась двухлетняя кампания Нормандии-Неман, силой свободной Франции в Северной Африке были организованы 80-тысячный французский экспедиционный корпус под командованием генерала Альфонсо Жоэна. Он был развернут в Италии осенью 1943 года как часть 5-й армии США генерала Марка Кларка. Экспедиционный корпус вскоре принял участие в жестоких боях по преодолению мощной оборонительной линии Густава к югу от Рима. Костяк корпуса составляли арабские гумы, нерегулярные соединения горные жандармерии, которые по традиции обеспечивали порядок в Марокко. Они были грубыми и безжалостными, набирались из людей, которые всегда охотно использовали террор, но которых уважали французские офицеры. Опыт гумов по ведению войны в горах позволил французскому экспедиционному корпусу прорвать линию Густава, поставив под удар немецкие позиции над рекой Горильяну. Затем французы приняли участие в наступлении на Рим и освобождении итальянской столицы. Но в начале 1944 года все представители свободной Франции все больше концентрировались на основной цели освобождения самой Франции. Воздушные силы свободной Франции в Британии теперь были представлены в королевских ВВС четырьмя эскадрильями истребителей и тремя бомбардировщиками. Среди асов был Пьер Клостерман, который был в Бразилии, когда началась война, но добрался до Британии и прошел курс обучения летчика-истребителя. Сначала Клостерман летал на Спитфайре в 341 эскадрилье Эльзас. К концу войны он был командующим эскадрильей Темпестов и называл свой самолет Старый Шарль, намекая на Деголе. Всего за два года воздушных боев он сбил 33 немецких самолета. Поддержку в Рыске в Нормандии готовились оказать и корабли Свободной Франции, экипажи которых закалились в продолжительной и тяжкой битве за Атлантику. На суше основной частью Свободной Франции и Британии была 2-я бронетанковая дивизия под командованием генерала Леклерка. Она была сформирована в Марокко, а затем осенью 43-го года размещена в Британию. Два парашютных батальона Свободной Франции вошли в британскую САС. Все с нетерпением ждали момента, когда вновь смогут вступить на родную землю. Единственными отрядами Свободной Франции, высадившимися в Нормандии в день Дэш июня 44-го года, были команды. Они являлись частью британского 10-го объединенного отряда команды под командованием энергичного Филиппа Кефера, участника многих рейдов. Кефер и его люди высадились на берег бок о бок со своими британскими товарищами. Вскоре их приветствовали ликующие соотечествами. Другие части Свободной Франции вошли во Францию в составе небольших отрядов спецмойск. Их задачей было поддерживать связь с французскими силами внутри страны, военизированными силами сопротивления, базировавшимися в Центральной Франции, и координировать их операции. Генерал Леклер, возвращение которого во Францию началось тремя годами ранее в Чаде, вынужден был ждать до конца июля, прежде чем он на его дивизии пересекли границу Франции. Его американские союзники понимали, что для него значит ступить на французскую землю после столь долгого ожидания. Дивизия Леклерка соединилась с 3-й армией США генерала Джорджа Паттона, которая была готова выступить из Нормандии. Кальвадос, местная яблочная водка, вдохновлял Леклерка и его людей на их пути по югу, а затем востоку Франции. Их конечной целью была столица Франции. Передовые части 2-й бронетанковой дивизии достигли Парижа поздним вечером 23 августа. Во время всеобщей суматохи Леклерку удалось ускользнуть на короткое время и поговорить по телефону с отцом впервые более чем за 4 года. После этого он вернулся к делам. потому что французское сопротивление выступило против немецкого гарнизона в Париже. На улицах бушевали кровавые бои, была опасность, что может наступить полная анархия. Утром 24 числа, когда бои на улицах продолжались, Леклер добрался до центра Парижа. Он принял капитуляцию командующего немецким гарнизоном генерала фон Хольтитса. Многие солдаты его гарнизона также сдались, но остальные продолжали сражаться. На следующий день наступил апогей освобождения Парижа. Шарль де Голь посетил триумфальную арку в ознаменовании кульминации его борьбы за восстановление чести Франции. Его триумфальное шествие по Елисейским полям было отмечено перестрелками с еще сопротивляющимися нацистами. Но де Голь добился своего. Одновременно с тем, что войска леклерка вошли в восставший Париж, десятью днами ранее свободная Франция проникла глубоко на юг во время другого наступления для освобождения страны. Силы союзников высадились на юге 15 августа. Среди них был французский экспедиционный корпус Альфонсо Жуэна, закаленный в ходе итальянской кампании. Теперь он стал частью первой французской армии под командованием Жана де Латре де Тассини, который был командующим пехотным полком в 1940 году, а затем командовал дивизиями Виши в Тунисе и на юге Франции. Когда немецкие силы оккупировали юг Франции в ноябре 1942 года после операции Торч, где Латр попытался выполнить инструкции и оказать им сопротивление. В результате он был приговорен режимом Виши к десяти годам заключения, но ему удалось бежать через Средиземное море во лжи. Первым заданием де Латре было освобождение портов Тулона и Марсель. Его люди быстро очистили от немцев оба города к радости местного населения. После этого армия Дуатра соединилась с 6-й армией США в наступлении по долине Рона. Оно завершилось 3-го сентября освобождением Лиона. Взяв Леклерка под свое командование и включив части сил сопротивления, Делатр продвинулся в район Вогес к северу от швейцарской границы. Затем французы вступили в яростное сражение, чтобы уничтожить немецкие силы О'Кольмара, последнего препятствия на их пути к реке Рейн. Дорога к Рейну была расчищена лишь к началу февраля 45-го года. В ходе последнего стремительного наступления на Германию французы очистили Шварцвальд и закончили свою Одиссею в альпийском убежище Гитлера Бергтас-Гадене, уже превращенном в руины бомбардировщиками союзников. Но кульминация для свободной Франции наступила с формальной капитуляцией Германии в Реймсе и в Берлине. Французские представители гордо заняли свои места за столом со своими американскими, британскими и советскими союзниками. Делатер подписывал капитуляцию в Берлине. Позже под контроль французов отошли секторы в Берлине и Западной Германии. Франция вернула себе самоуважение и статус одной из ведущих мировых держав. Но ничего этого не было бы без решительности и проницательности Шарля де Голля и нескольких тысяч французов, отказавшихся признать поражение своей страны. Война бросала их из Британии через Центральную и Северную Африку, Италию и Северо-Западную Европу. Это был долгий, трудный путь. Изгнанные из собственной страны эти гладиаторы сохранили веру и в конечном итоге одержали победу. Композитор Де Вольф Автор сценария и режиссер Чарльз Мессенджер Продюсер сериала Джонатан Мартин Исполнительный продюсер Филипп Мугус Фильм озвучен студией ИНИС по заказу Союз Видео ИНИС Филипп Мэйон Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok